Россия, или как принято её назвать Раша, громадная территория, где ежедневно происходят самые удивительные вещи. Однако российское телевидение днём и ночью крутит новости исключительно о событиях в Украине. Давайте же восстановим справедливость и посмотрим, чем живут простые россияне, от Москвы до самых до окраин. И каков он? Русский мир без фильтров. Это Шуя. Город в Ивановской области, куда ещё не успели добраться реформы самого честного и заботливого президента Раши. В целом, по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим. Нам нужно из трущоб людей выселять, как я уже обрабатывал. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А это Нижний Новгород. Город, который поражает своим тяготением к прекрасному. Художественный диссонанс в Ленинском районе. На улице Возрождения открылась выставка картин эпохи Возрождения. Эта улица, мягко говоря, не самое благоустроенное городское пространство. И полотна Ренессанса вызывает удивление в подобном антураже. Старинные картины эпохи Возрождения. Как нам объяснили, приезжали, делегация целая была, когда вешали эти картины. Я положительно, конечно, отношусь, потому что, в общем-то, для всех жителей и прилежащих домов жителей, в общем-то, это достаточно интересно. И все проходят, в общем-то, всех интересует. А вот отсутствие дорог на этой улице, похоже, никого не интересует. Хочешь посмотреть на картины, будь готов пройтись по грязи. Ведь искусство в Раше требует жертв. А это Южная Бутова. Район Москвы, который уже не первый месяц терроризирует козы. Летом они заходили во дворы в поисках еды и не стеснялись портить частную собственность. Чтобы урвать ветки повкуснее, они залезают на автомобиле. Но в итоге козы сыты, а владельцы припаркованных машин в ярости на крышах и капотах остаются вмятины и царахи. На днях парнокопытные снова стали звездами интернета. На этот раз они устроили драку во дворе дома. На кадрах видно, как парнокопытные агрессивно выясняют отношения. Прохожие даже не удивляются. К разгуливающим по улицам козлам привыкли. Животные сбегают из частного сектора, гуляют сами по себе, портят газоны и припаркованные автомобили. Жители района уже писали коллективную жалобу на владельца козлов, но рогатые продолжают беспредельничать. Не лучшим образом ведут себя в общественных местах и российские чиновники. Новые скандалы от самого колоритного помощника депутата законодательного собрания Нижегородской области и члена партии «Новые люди». Ну, правда, уже бывшего. Этих регалий он лишился после первого погрома. Ночью 31 мая прошлого года Олег Щеглов, он, кстати, баллотировался и в Госдуму, и в областное законодательное собрание, но стал только помощником депутата, напал на медицинскую клинику. Он перебил там двери и его задержали. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии. Его судили и дали пять суток ареста. Но вот новая история. Теперь он полуголом вломился в кондитерскую. Видео разлетелось под соцсетям и сопровождалось определенными комментариями, из-за которых протрезвевший бывший помощник депутата хочет даже судиться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многие видели это видео из кондитерской с моим участием. Во-первых, почему я был почти без одежды? Такое случается, когда двое мазафакеров в средине улицы пытаются тебя скрутить, затолкать в машину и увезти в неизвестном направлении. Кто это были и что им было от меня нужно, я не имею понятия. С этим мы разберемся. Во-вторых, я не устраивал никакого трэша в кондитерской. Я зашел туда и попросил о помощи. Еще раз, я сам попросил вызвать полицию. Я не торопался в машине. Я сказал, что я прятался под машиной. Я сел в кресло в кофейне и начал снимать штаны. Такое случается, когда не хочешь испачкать людям мебель и сидеть в мокрых штанах. На улице не май месяц. Кстати, о погоде. Большинство городов Раши оказались неготовыми к обильным снегопадам. Осадки парализовали работу общественного транспорта. Но жители Саратова не растерялись и принялись толкать буксующие на скользкой дороге троллейбус. А в городе Пермь, который прославился своими нерабочими умными остановками, местные жители начали жаловаться на исчезновение обычных навесов на остановочных станциях. Недавно на улице Лебедева демонтировали остановочный павильон. Для ремонта ли или для того, чтобы установить новый, неизвестно. Но речь даже не о том, что пассажирам какое-то время придется дожидаться общественного транспорта в не совсем комфортных условиях, тем более в такую погоду, как сейчас. Дело в том, что на месте этого павильона появилось несколько металлических штырей, которые торчат прямо из земли. Сначала они были обозначены сигнальными лентами, но ленты уже давно оборвали. Кроме того, выпало огромное количество снега. А находятся эти штыри, надо сказать, прямо посреди тротуара. И уже несколько человек на них напоролись, просто-напросто не заметив. И к криминальным новостям. Ограбление года произошло в поезде Барнаул-Москва. Рейс уехал, а матрасы остались. Электромеханик украл постельные принадлежности из вагона поезда, который должен был отправиться из Барнаула в Москву. Кражу вагонного имущества раскрыли транспортные полицейские. Помогли им камеры видеонаблюдения, расположенные внутри вагона. Это произошло во время стоянки поезда на территории ремонтно-экипировочного парка. На кадрах с вагонных камер видно, что мужчина вынес из пассажирских купе несколько комплектов постельных принадлежностей. По словам злоумышленника, похищенное ему было необходимо для личного пользования. Отделение дознания возбудило уголовное дело о краже. Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество изъято, и по окончании следственных действий его вернут транспортной компанией. Печальная новость для граждан Раши, мечтавших пойти по стопам Гарри Поттера. Ивантиевский Хогвартс, где по запросу депутата Госдумы провели проверку, был лишен статуса университета. Прокуратура проверила Университет магии и колдовства в Московской области. Какой-то очередной депутат Госдумы, которому не хотелось, решил попасть в прессу, увидев где-то надпись «Университет магии и колдовства» в Подмосковье и написал какой-то, значит, донос на тему того, что ребята дискредитируют слово «университет», потому что университет – это что-то, о, боже, деб... Наверное, это храм науки. А тут у ребят просто какой-то магазин с сувенирами, который просто так называется. Короче, депутат в очередной раз позорит государственную систему. Вместо того, чтобы заниматься делом и не отвлекаться на такую хуйню, обсуждаете, кто какую надпись у себя там повесил, потому что люди имеют право делать все, что угодно. Так же, как бывает музей шоколада, который, естественно, никакой нахуй музей, а просто магазин, который продает шоколадные конфеты. Продираться к какому-нибудь колпаку волшебника, который продается в детском мире. Новости спорта. Ульяновские ветераны так называемой СВО готовятся к соревнованию «Защитники Отечества». Соревноваться будут по шести дисциплинам – стрельбе из лука и винтовки, армрестлингу и пауэрлифтингу, волейболу, сидя и настольному теннису. Чтобы ребята приходили в нормальную жизнь, переходили, да, чтобы не уходили в себя. Думаю, достойно выступим, представим нашу Ульяновскую область. И, надеюсь, вернемся с победой. Война в Украине повлияла не только на спортивные игры в Раше, но и на великий русский балет. Теперь балерины делают пируэты, крепко сжав в руках советские автоматы. Этот спецназ в Пуантах полностью отображает современное искусство Раше, которому нет аналогов. Такое же убогое и агрессивное, как и сама страна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok